Добрый день, дорогие мои. Это Игорь Виттель и Парадокс с Игорем Виттелем. Телефон в студии 651099,6, код города 495. Или, если захотите, пишите нам на сайте finam.fm, на странице нашей программы, если у вас возникнут какие-то вопросы. В студию у меня Наданна Фредериксон, исполнительный директор Института демографии и миграции регионального развития, координатор программы Евразес, Саид Гафуров, научный руководитель Института прикладного востоковедения и африканистики. Как я говорим, мы сегодня на тему, казалось бы, далекую от России, на самом деле, близкую. Мы хотим понять, как вся та ситуация, которая сложилась сейчас на Ближнем Востоке, в Северной Африке, все эти очаги напряженности могут сказаться на экономике мира и России. Наданна, начнем, тоже не знаю, с чего начинать, с Египта, наверное, надо. Давайте. Что последние события в Египте? Да, мы с вами уже неоднократно на эту тему беседовали. В общем, возникает впечатление, что ни одной из правительств, естественно, не сможет разрешить египетскую экономическую ситуацию, достаточно тяжелую. И казалось бы, что тут Россия, но не будем забывать, что у России с Египтом давние тесные связи. Хотелось бы понять, как это может отразиться на России и на российской экономике. Ну да, сейчас Россия, она заявила о том, что она будет выстраивать с Египтом какое-то долгосрочное отношение. Все ждут, я так понимаю, все-таки официальных выборов, по крайней мере, судя по заявлениям из Соединенных Штатов Америки и европейских стран, все ждут какого-то понимания, хотя вот общая растерянность, она ощущается. Очень важно, что, учитывая вот эту вот ситуацию, совершенно непонятно, что сейчас происходит и какой итог в итоге будет. МВФ уже заявила, что если в Египте ситуация не стабилизируется, свой кредит, по-моему, в размере 20 миллиардов долларов, Египет не получит. И тогда, соответственно, экономика Египта, значит, очень сильно шататься, а по прогнозам других экспертов, может через 6 месяцев просто закончиться, как таковая. И, конечно, все это создаст неприятную воронку в регионе, я думаю, экономическую, которая начнет всасывать в себя и другие страны, в то или менее нестабильные. И удивительно другое, что в канун вот этих вот событий в Египте таких, связанных со сменой власти, Соединенные Штаты Америки делали очень активный вброс о том, что идут успешные переговоры между Израилем и Палестиной. Это при том, что и израильская страна, и страна Палестины говорили, что несколько завышено ожидание, что все не так радужно. Но Америка очень настойчиво доказывала, что чуть ли не вот сейчас, вот уже буквально завтра все это решится. И это при том, что благодаря тому, что в Египте стали происходить вот такие события, Израиль как раз стал активизировать свою политику с Орданией, предлагать ей газифицировать ее, поскольку пошли перебои с поставками с Египтом. Вот все это вместе создает такое странное вот ощущение, что возник хаос, возможно, какая-то сила-то его и спрогнозировала, но это маловероятно. Но этим хаосом пытаются все воспользоваться кто как может. Но тут особого мозга, простите, вас перебью, не требовалось спрогнозировать хаос. Было понятно, что президенты правительства не продержатся больше. Есть еще и другой момент. Саид ступает у нас в беседу, да. Это я для радиослушателей тех, кто не видит, да. Извиняюсь, красивый девушек всегда приятно прерывать. Спасибо. Давай я без комплиментов буду. Что-то не то сказал. Нет, на самом деле все не совсем так. Потому что есть действительно политический аспект момента. И непонятно, кто будет президентом, непонятно, кто будет правительством, непонятно, перед кем будет отвечать правительство. И вообще будет ли оно перед кем-то отвечать, или будет вообще само по себе. Самодурствовать, да, и самовластвовать. Но существует такое понятие, и это понятие не абстрактное, а очень конкретное, как преемственность. И вот если мы говорим про отношения наши, будь то с Египтом, будь то с Сирией, будь то даже с Ливией сейчас, существует такое понятие, как межправкомиссия. Межправительственные комиссии, которые бывают двух типов. Межправкомиссия по одноуточному техническому и экономическому сотрудничеству, и межправкомиссия по военно-техническому сотрудничеству. И это не меняется в зависимости от платья. Это бюрократия. Хотя формально сопредседателем каждой комиссии меняется, ну, министр соответствующий, курирующий, там, не знаю, Сирия у нас, Хлопонин почему-то, с Египтом, по-моему, не помню, кто с Египтом. Но это не важно, но дело в том, что решения, например, такие, как продавать, не продавать оружие, принимать какие-то политические решения или не принимать такие. Они же очень долго готовятся, и они готовятся в рамках межправкомиссии, и это совершенно не самый важный момент. Вот то, что важно будет, это от кого Египет сейчас получит кредит, да, то есть альтернатива у него есть, дырки он будет себе занимать явно. Ему могут дать США, но у них у самих денег нет, ему может дать ЕС, но у них у самих денег нет, ему могут дать БРИКС, у БРИКС деньги есть, и китайцев, прежде всего, индейцев, да и у нас есть, но мы, наверное, скорее всего, не дадим, хотя Мурси приезжал, просил. А кто может дать? Саид, а надо тогда откатиться назад и задать в очередной раз вопрос, который я задаю практически каждый раз, и по-любому, а чего нам нужно от Египта? Что нам дает Египет? Потому что, насколько я вспоминаю там историю наших отношений, ну, хотя бы с 52-го года, да, со времен Гамаль Абдель Нассера, простите за выражение. Так вот, со времен Гамаль Абдель мы, в общем, Египту в основном, как бы, помогаем, 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 а взамен не то, чтобы особо что-то имеем. Докладываю в этой связи. Значит, в 1996 году было подписано правительственное соглашение об урегулировании взаимной задолженности. До этого мы насчитали, что Египет нам был должен порядка 20 миллиардов долларов. Египтяне тоже считали, и посчитали, что это мы им оказались должны 2 миллиарда долларов. После этого, с распада СССР до 1996 года шли переговоры. В 1996 году... Вообще, такие подсчеты характерны для государства Израиля. Это называется клиринг. Понимаешь, ты меня знаешь, очень неловкое положение, потому что среди российских экономистов у меня скверная слава некритичного любителя клиринга. Не надо ни с чем путать, клиринг это совсем не то, о чем вы думаете. Я хочу понять, на чем строились такие расчеты, потому что я не самый большой специалист. На курсе валют, то есть расчеты велись на основании того курса рубля, который публиковался в известиях, курса золотого рубля, инвалютного рубля. И в конце перестройки с ним начали происходить притрубации. Значит, операции, если в Советском Союзе продавались, французская косметика. Всегда французская косметика была сделана в Египте и поставлена в Египте. Там очень много джинсов подавались египетские. Там еще что-то хороших... Зато мы МАСОАН помогли построить. Естественно. И вот мы насчитали, что они нам должны с процентами 20 миллиардов. Еще, естественно, все это идет с процентами. Хотя процент, в принципе, была договоренность. А к чему результате пришли? К нулевому варианту, что никто никому ничего не должен. И вот шестой вариант. Но, но, ты же не забывай, что нулевая варианта, это не то, что взяли вот там то, что у всех же на балансах эти деньги висят. У нас-то они висят, а у нас, если раньше там был как-то там еще внешнеэкономбанк, то сейчас-то они висели на балансе технопромоэкспорта, утяжпромоэкспорта, усилихозпромоэкспорта. Это если у ГАЭС брать, у многих этих самых. Их долги висели, то есть на отрицательном балансе, там на наших, там, скажем, на технопромоимпорте, на строительстве. То есть они висели. И надо было с этим что-то делать. И помимо всего прочего, у нас еще существовал центральный банк. Бог с ними и с этими долгами. Сейчас нам Египет, надо, ответьте мне по-настоящему вопросу. Ноль. Сейчас нам зачем Египет? Сейчас мы ничего никому не должны. Зачем нам сейчас Египет? Как может оказаться... Ну, хорошо, значит... Телефон покупает у нас огромные... Дай девушке сказать, пожалуйста. Вдвоем на одного нечестно. Ну, хорошо, туристов наших Египет потеряет, и то вряд ли, да. Колебания, поставки нашего зерна в Египет, наоборот, по идее, должны увеличиться, да. Что еще может случиться? Совсем нет. Мне кажется, что тут очень все-таки не стоит упускать из виду, и то, что Россия ведет очень серьезное сейчас противостояние на внешней арене Египета, и для нее в этом смысле очень важная точка. Потому что это, во-первых, хотя сейчас Египет приостановил, вернее, за него приостановили его участие в Африканском Союзе, тем не менее до последних событий он туда входил. И Россия, имея историю отношений с Египтом, и понимая общий вот этот вот контекст, потому что там же и Англия, там же и Америка, там же и Израиль, там очень много игроков. И, опять же, Суэцкий канал, России очень важно выстраивать эти отношения и поддерживать максимально стабильные эти отношения, хотя бы из-за того, чтобы показывать свое влияние. Может быть, прагматично это не принесет дивидендов буквально сегодня-завтра. Но очень важно показывать противоположную сторону, что пока Вашингтон пытается понять что-то, Россия говорит о том, что мы вот будем выстраивать отношения. Насколько я помню, вообще все наши внешние... Ты понимаешь, что мы можем потерять египетский рынок зерна и можем потерять очень легко, весь, далеко мы сразу. Потому что вот тот, что ты меня прервал, не надо говорить о его девушке. Нет, ситуация следующая. Так вот, у кого можно сейчас взять деньги Египет реально? Либо у Международных финансовых институтов, МВФ, Семенов-Банка, да? И тогда мы можем похоронить экономику Египта еще быстрее, чем через 6 месяцев. Это может быть, да, это правильно. Либо у Саудовской Аравии. А вот если они возьмут большой кредит в Саудовской Аравии, да, вот там речь идет не про 20 миллиардов, там все-таки на порядок больше, там где-то... То есть по максимуму им нужно 500 ярдов, тогда им совсем жизнь лафа. Никто им таких денег не даст, безусловно. Никто не знает, но саудовцы могут очень много дать. И они, кстати, 500 ярдов обещали. Но обещать не значит жениться, но они обещали. Так вот, если саудовцы им эти кредиты дают, если новое правительство берет у саудовцев, то есть это правительство, которое будет из более отмороженных мусульман, чем братья-мусульмане, то есть из более крайних, из салафитов, не знаю, как их там называть, то тогда саудовцы просто делают себя кредит связанным и вытесняют весь наше зерно своим. И саудовцы очень хотят продать свое зерно, и рынка для них нет. Но об этом после выпуска новостей, буквально через минуту. Ну что, возвращаемся в студию. Напомню, беседую тут с моими гостями, с Наданой Фредериксон и Саидом Гафуровым, о судьбах Ближнего Востока, Северной Африки и российской экономики в СССР. Саид, только микрофон чуть поближе к артушке. Парада, видимо, мешает. Да, так лучше. Да, то есть мы на чем остановились? Мы остановились на том, что саудиты... Могут оказаться тем. То есть вероятность, конечно, этого меньше. То есть большая вероятность, что они все-таки новое правительство. Вот сейчас, вот прямо сейчас, они сидят и между собой ведут очень жесткие переговоры, кто будет формировать правительство. И, конечно, с большей вероятностью придут те, кто возьмет денег у Международного валютного фонда. Но я не могу исключать, что удастся... То есть саудиты просто возьмут и купят Египет целиком? Возьмут и купят Египет. И вот тогда наше зерно конец. Потому что саудовское зерно лучше, чем наше, это факт. Но оно дороже, чем наше. А здесь тут, извини, условия кредитования. То есть мы в любом случае, они, причем, если там считать, ну, ставки по кредиту, то они, может быть, реально выйдут башь на башь. Ну да, но вот тут прозвучало интересное, кстати, в том, что сказал Саид. Бог с ним без зерно, к зерну мы еще вернемся. Прозвучал очень интересный момент, что если следующее египетское правительство будет еще более радикально исламистским, нежели существующие братья мусульмане, ну, уже не существующие братья мусульмане. То есть возникает, и вот тут уже риск для России не столько экономический, а скорее политический, радикализация ближайших партнеров и соседей. И вот, кстати, интересная очень история. Ко мне в свое время, это было, наверное, лет 7 или 8 назад, я вел конференцию в Совете Федерации, посвященную там ритейлу, продовольству и так далее. Вдруг ко мне подбежал взволнованный человек, сунул мне в визитку, даже на нее сначала воспринял как человек абсолютно сумасшедшего, потом выяснилось, что это человек, наоборот, в академическом мире очень известный и уважаемый. Потом много раз бывал у меня на передаче, но у него там примгемоинститут сотрудничества с цивилизациями называлось, да. И стал мне взволнованно рассказывать, говорит, вот пустите меня, пожалуйста, на сцену, я сейчас расскажу, тогда Зубков еще был премьер-министром, а вот мы вернулись, Виктор Иванович, ну, не важно, из Саудовской Аравии, и Саудиты хотят просто у нас арендовать землю, чтобы выращивать здесь пшеницу. Я на него тогда посмотрел как на сумасшедшего. А спустя некоторое время я выясняю, что такие, да, и Саудиты, и индусы уже давно скупают в России землю и выращивают там пшеницу. И вот это вот момент очень тревожный, да, не только то, что мы можем потерять рынок зерна, который мы экспортируем, вот. И тут еще возникают вопросы, помимо Египта, мы можем потерять Турцию, потому что, опять-таки, я в свое время вел там какую-то конференцию в Турции по зерну, и на протяжении трех дней, основной вопрос, да, что обсуждали люди на конференции в Турции? А турки говорят, что Россия поставляет им некачественное зерно, а россияне говорили, что нам выгоднее поставлять зерно в Египте. Чего собрались три дня на конференцию? Кажется, что весело, раки было выпито много, но к чему пришло? На Дане, дай ответить, пожалуйста. Я дам тебе возможность на это ответить. Так вот, хотелось бы понять, опасность действительно серьезной, дальнейшей радикальной исламизации. Эта опасность действительно есть, и она нависает все больше и больше. Я больше чем уверена, что последние инициативы, которые выдвигает Кремль, как раз связаны с попытками предупредить, возможно, на расстояниях угроз, но сомневаюсь, что у них это получится. Потому что то, что они пытаются сделать сейчас, поставить на их взгляд людей, которые способны всех подавить, всех поставить под колпак и неугодных просто убрать, эти люди, даже если справятся с задачей, то в очень краткосрочной перспективе и дальше произведут просто цепную реакцию, будут снесены, и, соответственно, волна двинется дальше. Здесь нужна, на мой взгляд, немножко другая абсолютно стратегия. Федеральный центр пытается дополнить свой первый вариант стратегии еще поднятием роли РПЦ, как второй полюс сил. Я не думаю, что эти стратегии сработают, но опасаются этого, потому что есть регионы, социально-экономические слабы, очень подвержены этим идеям, и вполне возможно, могут их впитать. Чечня уже сейчас в меньшей степени, но, опять же, Дагестан, Ингушетия. По Волжье. И, да, ряд других регионов очень даже могут, и это большая проблема. Нет, 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 ну, Египетская армия, конечно, брала власть не для того, чтобы исламизировать свою страну, и я имел в виду не совсем этот характер угрозы, я имел в виду очень конкретную угрозу того, что когда сейчас будет большой торг о формировании переходного правительства, то условия-то будут... Вот сейчас вот они сидят, там, 20 человек, там, представители политической партии, человек 10 олигархов, вот они собираются, причем не в Каире, у них не принято в Каире, то есть они там или в Александрию уезжают, или в Исмаиле, там, паром, потом, бац, собираются все вместе в Каире и говорят, вот там обсуждают условия, что они поставят условиям, скажем, министрам финансовым, или министрам сельского хозяйства, или министрам внешней торговли, человека напрямую завязанного на, скажем, королевскую семью, Саудовской Аравии, скажем, крупнейшего подрядчика. Вот, вот что я имел в виду. Понятно, что Египетская Аравия... А наши не могли бы точно так же, вот, более откровенно говорить? Мы ставим министрам образования человека, завязанного на определенные круги, вот в такой-то стране, получается... Нет, подожди, у тебя передача называется «Парадокс». Это вот, мы называем вещи своими именами здесь, вот, и это звучит парадоксально. Написать себе, что, вот, скажем, человек, который тесно связан там, который строит, ввозит египетских рабочих строить Саудовскую Аравию дворцы, то, да, вот, его ставят сейчас, ну, не его, а министрам строительства. Ну, там это будет совсем... У нас точно так же это происходит, просто они, по крайней мере, честно об этом говорят. Да, и вот, а вот если поставят, ну, это не публично будет, это приговор, а если поставят человека, вот, так, министром сельского хозяйства, или министром внешней торговли, вот, тогда мы реально Египет потеряем. А с оружием то, что у нас? Что с оружием? Значит, маршал Тантавий, который, как известно, сверг это самое, лично возглавил программу, которую официально, лично ее курировал, по избавлению Египта от зависимости от советских стандартов по вооружению, и о переходе на натовские стандарты. Тем не менее, поставки еще существуют в небольших количествах, ну, например, они закупили наши вертолеты, формально продал их авиаэкспорт, но я специально спрашивал, я ему говорю, боевые, что ли? Он говорит, да, но какие боевые, мы не имеем права, там, Росборонэкспорт, но турели на них стоят, он сказал. Вот, то есть еще что-то есть, но в общем и целом сейчас у них официально действует программа, ну, понятно, да, что если тебе американцы на 2 миллиарда долларов в год дают оружие бесплатно, то... А ты подсаживаешься уже на эту углу, стандарты должны... И была официальная программа, то есть программа официального отказа от стандартов варшавского договора, и она практически завершена. Достаточно сказать, что танки у них М1 Абрамс, они собирают на своих заводах бронемашины вот эти... То есть Египет мы практически потеряли по всем направлениям, оружие потеряли... Ну, грубо говоря, да, вот эти установки ГРАД, да, ГРАД у нас, там, сейчас Ураган, СМЕРЧ, вот первый вариант ГРАД, установки Ураган, у них, у нас развился в установке Ураган, а у них развился совершенно самостоятельно, несовместимый. То есть мы не можем, вот новый вариант ГРАД и Ураган, СМЕРЧ это совсем большие ракеты, они другие, а Ураган и ГРАД, у них пусковые одинаковые, да, то есть их можно с одинаковых пулять установок. Так вот, у египтяне на своем заводе, у них свой завод, если технологически развивались в другом направлении, теперь мы просто несовместимы, мы им уже не можем их поставлять. Даже наши установки, хотя очень хотим, хотя у нас новая там система управления огнем есть и все остальное. Практически, тем не менее, я абсолютно убежден, что перспективы очень большие, особенно сейчас и особенно если мы продадим этот чертов С-300 и Сирии, и Ирану, то тогда Египет... Будет вынужден. Либо возьмет у американцев патриот, но это американцы придется сильно сказать, здесь же вопрос денег очень большой, да, американцы же в 3 миллиарда патриотов гонят. Да-да, теперь переходим к Турции, а совсем это гораздо большее влияние на экономику России, не забудем, что Турция так или иначе завязана сразу на нескольких энергетических проектах. И сейчас, в общем-то, вообще в изменяющейся энергетической парадигме мира, когда получаются очень интересные и экономические, и геополитические расклады. Я имею в виду истерию со сланцевым газом, и горизонтальное все это бурение, и когда Соединенные Штаты становятся, в общем-то, уже сами себя обеспечивают энергоносителями. И третий энергопакет. Да, и Катар, который был ориентирован на поставки, теперь развернулся в СПГ, разворачивается в другую сторону, и не будем забывать, что Катар это тот самый хулиган, причем не мелкий, который, в общем-то, опять-таки, на мой взгляд, стоит за очень многими раскладами в регионе, и на Востоке, и в Африке. И вот, исходя из всего этого, хотелось бы понять, какие расклады сейчас могут быть для России, что Россия может потерять в энергетическом поле. А, кстати, у меня есть своя еще теория по поводу того, что на самом деле за волнениями в Египте и в Турции стоят курорты Краснодарского края. Ну, красивая теория, а у меня есть еще интересная теория. Я убежден, что Катар получит, ну, в течение месяца мы получим объявление по дефолту, по Катару покинуть платежа. И смена власти была связана именно с тем, что они, все, это была пирамида... Аль-Джазиру передадут ОРТ. И вот это будет целиком арабской редакции Раши Тудэй. Ты же знаешь, да, что Аль-Джазиру сделали журналисты Би-Би-Си. Да, естественно, арабская редакция Би-Би-Си, теперь она будет на работе. Теперь она будет арабской редакцией Раши Тудэй, если Катар Бьян-Дзефон на данном. Помимо просто прекрасной, мы есть что ответить? Да, значит, по поводу политики России, значит, в этой вот энергетической ситуации. Россия сейчас находится в очень сложном двойственном положении. Очень надеется на то, что ситуация в Турции будет стабилизироваться, и нынешняя власть все-таки сохранит свое влияние. В принципе, скорее всего, Эрдоган его сохранит. Я думаю, желание его убирать и менять власть в Турции изначально как бы не ставилось. Другое дело, что Эрдоган... Чем не ставилось? Ну, скажем так, там ловили людей из Англии, Соединенных Штатов, и обвиняли в том, что это они провоцируют. Я думаю, что группа западных стран попыталась Турции дать понять, что не надо, скажем так, заигрываться, не надо лезть в проекты, куда тебя изначально не приглашают. Потому что та же история с Кипром и Грецией. Турция же начала претендовать на свою роль в добыче нового месторождения газа. И западные страны, скорее всего, пытались Турции показать, что не надо сюда лезть пока что. Другое дело, что России это было выгодно. Потому что чем больше сейчас идет интриг вокруг этих проектов, тем больше позиции России и Турции будут сближаться. Особенно с учетом того, что Эрдоган сейчас чувствует, что у него почва под ногами достаточно слабая. Надо бы на кого-то опереться. Я думаю, что сейчас, скорее всего, Эрдоган больше будет смотреть в сторону России и искать у него поддержки. А Россия, понимая, что сейчас у нас еще висит вопрос Сирии, вокруг которой Россия пытается сейчас развернуть свою какую-то игру. И даже, например, на конференцию «Женева-2» предложила бы пригласить Иран. На что все западные страны, казалось бы, уже все на все согласились. И тут Россия говорит, давайте позовем Иран. И западные страны, естественно, говорят нет. И опять начинаются вот эти споры, будет, не будет. Все это напрямую влияет, соответственно, цены на нефть. Потому что все вот эти непоятные ситуации с конфликтом в Сирии и вопрос, что же будет с Египтом, сейчас напрямую на это влияет. И вот то, что 5 июля цены на нефть, по-моему, взлетели, 8 июля они стали падать. И сейчас вот этот рынок, он очень влияет на экономику России, которая на этом очень сильно завязана. И России очень выгодно, чтобы Турция сохраняла вот это вот состояние, вот не совсем краха, но и нестабильное. И тем самым с Турцией выступает и на фронтах. На самом деле за всем, что происходит в Турции, стоит Россия. Я бы не сказала, что Россия там стоит. Я бы готов был в это поверить, но зная способности наших специалистов по внешней политике. Я думаю, Россия пользуется этим. Там есть очень интересный нюанс, что Эрдоган поссорился с Западной Европой. И в том числе, когда появилось вот это решение французских, и пардон, Ротшильдов, ну это условно, да, в банковской группе изменить полностью газ систему газового снабжения Европы, то есть полностью вообще изменить газовый рынок Европы вообще в целом, то Турция просто совершенно случайным образом это совпало с тем моментом, когда Эрдоган с ними и поссорился. И вроде бы это Ротшильдов этих, мы условных называем, должно было сильно расстроить. Про Ротшильдов поговорим после выпуска новостей. Ну что ж, мы возвращаемся в студию. Это парадокс с Игорем Витрием. Напомню, беседую с Наданой Фредериксон и Саидом Гафуровым о ситуации на Ближнем Востоке и Африке. И ушли мы на новости на таком интересном моменте. Саид имел что-то сказать нам за Ротшильдов. Это я ничего не имел в виду, кроме того, что они являются представителем наблюдательного совета, прекрасной французской газеты, главного органа социалистической партии, партии которой принадлежит президент Оланд. Либерасьон является барон Яков Ротшильд. Нет, на самом деле я имею в виду... Газета-то при чем? Мы только что об энергетике говорили. Существует финансово-промышленная группа. Международный заговор. Международный заговор, если хотите, который... Банкиров, которая решила, что система газового снабжения Европы, она, в общем, устроена очень несправедливо. Правильно решила. Что Газпром получает несправедливые прибыли, что Газпром получает и... Ну, то есть, прибыль его гарантирована, никаких рисков не несет. И вообще, что все это несправедливо. И вообще, если отобрать у кого-то немножко денег, то это получается очень выгодно. Они собираются заменить Газпром. Системой поставок... То, что... Третий энергопакет, как он говорит, системы распределенных до торгов. То есть, не от полной отсутствия каких-либо гарантированных поставок, допуск в любую трубу поставщика, который поставляет газ по дешевой цене. То есть, грубо говоря, Газпром... Все инвестиции Газпрома в Северный, в Южный, потом во все остальное, они гарантированы только оплатой. Причем оплата регулируется антимонопольными органами. То есть, она копеечная. То есть, вся... А турки-то здесь при чем? А им не повезло. Совпало, что отношения Эрдогана с ЕС ухудшились практически одновременно с этим. Эрдоган был абсолютно уверен, что он подпишет договор о зоне свободной торговли с ЕС. Ну, и в идеале в ЕС вступит. Европейцы его не приняли. Французы сказали, что... Пока перед армянами не извинешься. Да, пока перед армянами не извиняться, то туркам будет никогда. Я уже понял, что во всем виноваты армяне и евреи. Если ты так долго вел к этому, то это, в общем, можно было и так сказать. Нет, ни в коем случае. И еще велосипедисты. И эти самые. И Газпромовские тоже. Вот, это не я сказал, это шутка была. Вот, на полном серьезе. То есть, был где-то в 2008-2009 году, был принят серьезный план, серьезными финансово-правочными группами, если хочешь, заговор, о том, что эту систему надо изменить. Да, да. Да, я просто не уверена, что Турция действительно искренне считала, что Европейский Союз ее к себе пустит. Скорее всего, это были вот на уровне разговоров. Потому что... Демерега бы пустили. Германии невыгодно пускать Турцию в Европейский Союз в первую очередь. Потому что экономика Турции как раз-таки более-менее реальная. Так же, как экономика Германии. Вот эти остальные страны Европейского Союза. Зачем Германии такой конкурент, который, в принципе, еще миграцией заполонил Германию, и, по сути, может довалить остатки Европейского Союза? Я понимаю логику, я с ней согласен, но здесь есть один такой нюанс, что вот когда нас учили марксизму, вас не учили марксизму. И нам говорили, что вы рассуждаете не диалектично. Мы диалектику учили не по Гегелю. Не диалектично, да. То есть тот момент, когда переговоры вел Демирель, то есть задолго до него, Турция была далеко не так развита, развивалась медленно. Ее вполне, хоть принимали в Европейский Союз, примерно так же, как готовы были принять Румынию. Ну, экономическое чудо Турции, во-первых, началось при Эрдогане, фактически, по факту, да, но оно уже и закончилось. Не забывайте этот момент, если позапрошлом году экономический прирост ВВП, как бы его ни считали, я плохо отношусь к этому показателю, я считаю, что он ничего не показывает. Но все равно, в любом случае, он был 11%, в прошлом году 2%, в этом году будет нулевой или отрицательный. Вот. То есть, либо рецессия, либо депрессия. Вот. И в этой ситуации, в этой ситуации, да, как бы, когда еще Эрдогану такой облом, как срыв переговоров о создании зоны свободной торговли, они не совсем сорвались, но условия допуска турецких товаров, они оказались... Да, и в этой ситуации им просто жутко не повезло, но зато у него появился этот шикарный козырь, как газопроводы, нефтепроводы на его территории. Но здесь опять, наверное, не надо забывать, что да, вот мы говорим, что этот чертов проклятый страшный заговор Ротшильдов, условное название, но мне просто кажется, что это смешно, да. Да, есть другие люди, которые, конкуренты этих самых людей, которых вполне устраивает сложившаяся система, и которые ни в коем случае не хотят ее менять. А российские Ротшильды, Натан, вопрос насчет российских Ротшильдов. При худшем развитии ситуации в Турции, да, а при серьезном развитии нестабильности, при возможном выходе Турции из некоторых соглашений с Россией, что будет происходить с Россией, что мы можем потерять в Турции? Мы можем потерять очень много, и даже не в Турции, мы можем потерять свой проект Южного потока, потому что изначально планировалось, что продолжение этого потока будет идти по дну Черного моря, чтобы поставки Европы осуществлять. И в 2009 году у Турции с Россией были найдены соглашения. Если сейчас Турция начнет, скажем так, дурить и обрывать вот эти все связи, Россия теряет очень много, в том числе весь Юг России, который, по сути, сейчас держит на том, что, ребят, потерпитесь, скоро вот пойдет, что называется, в Европу газ, и все будет хорошо. Юг России полностью начинает полыхать, потому что стальная экономическая ситуация там не очень хорошая, и все держатся только за счет вот этого. И здесь не вопрос в том, что мы потеряем в Турции, здесь вопрос, что мы, в принципе, потеряем, а потерять мы можем в конечном счете целые территории, потому что сейчас все это держится. Все это держится сейчас только на последних, что называется, остатках обещания. На самом деле, во-первых, я считаю, что проливы надо вернуть в Россию, и Босфор и Родонеллы, вот, а я, как бы, сторонник этого подхода. Я предлагаю из этого сейчас раздуть международный скандал, я сейчас быстро перепишу это и дам как-то на местным агентствам. Ну, вот, шутка была. Ну, между прочим, шутка Игоря Панарина в свое время в эфире американского телевидения, когда он сказал, что Америка скоро перестанет существовать, а доллар перестанет существовать, а Америка развалится на шесть частей. Через три секунды была повторена всеми новостными агентствами, что российские, значит, профессори... Панарин был очень доволен, так что если я сейчас процитирую, что Россия должна забрать Босфор и Дардонеллы обратно... Проливы, это называется проливы с большой буквы. Нет, на самом деле, если мы посмотрим, скажем, русско-украинские отношения для Украины при всех наших газовых конфликтах, для Украины очень выгодны. То, что, вот, идет, конечно, Турция никогда не откажется от Южного потока, если ее от этого не вынудят, потому что там в любом случае платят не они, в любом случае инвестиции, в любом случае это какой-то никакой-никакой экономический рост, в любом случае это строительная работа, в любом случае это выгодно. Они просто получат повод для торга. Вот, но здесь проблема не в этом. А за что торговаться-то будут? Что? Ну, за то, торговаться будем... Здесь вот, получится ли вот у этой группы Газпрома, которая в Европе приняла, пробила третий энергиопакет, сделать то, что они сделают? Там, кстати говоря, не только вот эта вот группа Тоталь, да, которую я дразни... Вот, не только Тоталь, не только французские банки, но и, например, Литва. Я не знаю, там в Литве вроде не было никогда Ротшильдов, но там много. До Второй мировой войны были. Вот. И наоборот, скажем, в Австрии, где в Австрии, где Ротшильды есть, там, наоборот, эти, как раз наоборот, на нашей стороне, они против смены правил игры. Вот. И вот вопрос в том, что сейчас идет очень жесткая драка за смену этой правил игры. Как известно, Россия вообще сказала, что третий энергопакет незаконен, и, в принципе, как я понимаю, окончательного судебного решения нет. То есть, я, в принципе, нельзя исключать, что какой-то международный суд примет решение, что третий энергопакет незаконен, что он нарушает долгосрочные соглашения. Права Газпрома и человека. Да, то есть, директива — это закон, да, но вот этот вопрос, имеет ли закон... Директива Евросоюза — это закон, официально это закон, но имеет ли он обратную силу, это вопрос очень спорный, да. Нет, но если суд постановит, то имеет. Ну да, тут вот еще интересный вопрос возникает, да. Если посмотреть на все очаги напряженности, и Турцию, и Египет, и Сирию, и Иран, и даже далеку от этого азиатского анклава Корею, северную, да, видно, что одним и тем же людям, скорее всего, одним и тем же людям, не будем их, опять-таки, условным Ротшильдом, да, абсолютно условным, то есть, некому мировому капиталу, очень выгодно все время нагнетать обстановку и все время не доводить это вот... До конца. Да, до, скажем так, до катарсиса, да, антикатарсиса или антикатарсиса, да. То есть, вот все время... Катарсис, ты имеешь в виду смену власти недавнюю? А нет, ну... А в греческом смысле, а не в греческом. Да, 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 в греческом исключительно смысле. Да, то есть, там, свержение режима Асада в Сирии, полноценную войну с Ираном, полноценные разборки в Корее и так далее. То есть, кто-то все время нагнетает, явно снимает с этого сливки, потом немножко откатывается назад, пузырь сдувается, через некоторое время начинает... Кто эти люди? Кому, на ваш взгляд, могло быть... И если можно еще прокомментировать то, что Саид раньше сказал по поводу катара, моего любимого, то есть, прежде чем он сам прокомментирует, что у катара могут скоро случиться дефолтные ситуации. Начнем с катара. Я не думаю, что у катара что-то серьезное произойдет. Мне как раз кажется наоборот, что катар сейчас заручился поддержкой Великобритании. И мне кажется, что как раз-таки находясь полностью под ее протекцией, в меньшей же степени под протекцией Соединенных Штатов, мне кажется, все-таки теперь в меньшей, катар сейчас будет уверенной поступью, скажем так, вот те ошибки, которые были допущены, с одной стороны, катаром, они сейчас будут компенсированы ему. И катар... Это что за ошибки? Многие считают, что одна из главных ошибок катара была, это то, что он ввязался в сирийский вопрос. Потому что в итоге с Паша Рассадом дело до конца не доведено, как мы выяснили. И сейчас ситуация по-прежнему сидит в воздухе. Там намечается вроде как конференция, возможно, будут там выборы. То есть ситуация в Сирии, она подвешена. А изначально, когда вся эта ситуация начинала с Катар, ввязывался с позиции, что Башар Рассаду все-таки уберут. И тем не менее ситуация подвисла. Я, кстати говоря, нет. Я спрашивал у иранского посла, и он мне рассказывал в Москве, что Катар приезжал, эмир Катара в Иран, с тем, чтобы передать предложение Башару, в самом начале Башару, с тем, что условия были такие. Башар остается, но усиливается власть премьер-министра. При этом Башар остается главнокомандующим вооруженными силами, но полиция и спецслужбы переходят под премьер-министра. Это была позиция, которую Катар предложил Башару как условие для... Тем не менее, на протяжении всей этой истории Катар не был в стороне, и Катар оказал активное влияние. Более того, это же духовный лидер... Менялся его оппозиция, менялся. Духовный лидер, который в итоге чуть ли не громогласно заявил о том, что нужно объявлять джихад в Сирии, он же как раз был, по-моему, уроженцем из Катара, кажется. Он или из Египта. Нет, Кардавы, он египтянин, он просто живет там уже. Нет, он живет там просто. Но в любом случае, это было озвучено на площадке Катара, поэтому... У них есть площадка, где можно озвучивать. Да, альджати. Мне вообще нравится Катар, который диктует Сирии, как им быть с Асадом. И вот на самом деле, все время хочется верить очень в легенду про Чуркина, который сказал, что если ты со мной так будешь разговаривать по слову Катара в ООН, то к вечеру от твоего Катара ничего не остается. Он так и сказал. Ну, только он это мягче сказал и по-английски. Но очень там интонации были. Ну, дело не в этом. Просто когда я слышу про то, что Катар в одним из условий сдать час, он как-то не по себе становится. Тем не менее, Катар, мне кажется, сейчас, будучи под протекцией Англии, будет очень активно оказывать влияние. И меня удивляет, что первое, что сделал Катар после смены власти, он направился, что называется, в Иран, вести переговоры как раз-таки о Сирии. Потому что они занимали абсолютно противоположные позиции долгое время. И первое, что делается, это обращается с переговорами к Ирану. Это при том, что Иран и Сирия в конечном счете крайне выгодны ряду западных стран, которые как раз завязаны на этих газовых вопросах. Потому что наполнение труб... Кто главный бенефициар того, что постоянно растет напряженность? У меня острое все-таки ощущение, что в той или иной степени это Англия. Потому что Англия это выгодит. Англичанка гадит. Так вот Англия, да, вот мы говорим, Ротшильды. Только не забывайте, что в Англии Ротшильды это Shell, а British Petroleum это ни разу не Ротшильды. И больше того, когда в Англии правительство, которое либо риски, вот это правительство Ротшильдов условно. Ну мы их чисто условно называем. То есть я для себя их называю чисто условно, этикетка для себя, потому что смешно. А вторую группировку, которая стоит за British Petroleum, я для себя называю членой королевской семьи. Или герцог Мальборо. То есть у меня британская политика, касающаяся нефтяной ренты, она выглядит, вот я для себя в голове... То есть нет единой английской политики? Конечно нет. То есть это герцоги Мальборо против Ротшильдов. Shell против British Petroleum. Хорошо, тогда Саид, ответь мне на вопрос. Только уже после выпуска новостей, кому же все-таки выгодно, кто главный бенефициар. Через минутку ответишь. Ну что ж, возвращаемся в студию, в финальную часть нашей программы. Сейчас Саид Гафуров будет срывать покровы с международного заговора. Такой вот красивый Натан, мне реально неприятно это делать, но тем не менее она не учитывает очень важный момент, что политика-политика решает все равно, как я убежден, экономика. И не просто экономика, а те, кто рулит мировой экономикой тайно. Ну, Катар, а ее нет таких людей, она слишком сложная, чтобы ей рулить. Это не постоянная драка. Только что ты обещал мне рассказать. Сейчас расскажу. Поименно сказать, кто этот масонский заговор-то. Я же говорил, для меня, британская политика для меня формируется... Ротшильдом и... И дерзким Альбором. Они по очереди. Когда лейбористы власти, это Ротшильд. Значит, за Катаром стоит Англия. То есть финальный бенефицит? Нет, нет, нет. Не Англия стоит. И американцы никуда не ушли. Кредитовали преимущественно американские банки. Причем сейчас пирамида. Катар продает сжиженный газ ниже себестоимости. Катар продает алюминиум ниже себестоимости. Он всегда опоздал. То есть даже нельзя сказать, что этот Эмир, он был дураком. Даже нельзя сказать, он просто... Ему не везло, но ему не повезло несколько раз подряд. Он последним построил алюминиевый завод. То есть когда была Альба, алюминиевый Бахрейн. Великолепный завод, который очень быстро отбил все инвестиции. И сейчас работает в прибыль. Потом был построен Дубал. Дубайский алюминиевый завод. Который точно так же очень быстро отбил. Катарцы построили третьими. И как раз цены на алюминий упали. И он до сих пор работает в убыток. Потому что им нужно закрывать капитальные расходы. И они совершили дикую эту ошибку с заводами по разжижению газа. Ведь все это строилось в кредит. Понятно, что не за живые деньги. Были подостроены огромные проекты. Все вот эти 17 заводов по разжижению газа. 17 крупных заводов. Плюс они же вложились в заводы по разжижению газа в терминалы. Да, в Европу. Это все было естественно построено не на свои деньги, а на кредит. Таких живых денег никто в кармане не держит. Кредит американский. И вот поставки этого газа сейчас, они... Очень я не уверен, что все было построено. Они ниже себестоимости. И больше того... Ну и что, мы тоже китайцам продаем. Ты знаешь, почему мы продаем китайцам нефть? Демпинговать что? Так, подожди. А ты знаешь, что у нас есть специальное решение правительства, скажем, по Северному потоку о том, что с него не взымаются налоги на капитальное вложение? Вот специальное решение. То есть, ты не пут... Так вот, они работают себе в убыток. Они брали в долг, они очень много берут в долг. Я убежден, что смена власти, вот это произошедшее, она связана с тем... Это довольно-то они к другому. Да, и вот, то есть, вот, да, твоя предназначь называется парадокс. Вот я говорю, парадоксальное утверждение. Страна, которую все считают самой богатой, у которой какой-то самый высокий уровень на население, я говорю, что в течение месяца, давай, три месяца, да, мне ставку, я ставлю коньяк. Да, можно, только без марки коньяка, чтобы рекламы нет. Вот, вот. Все хорошо, спорим с тобой на бутылку коньяка, что я говорю, что в Катаре... В течение трех месяцев в Катаре произойдет дефолт по каким-то из обязательств. Я говорю, что через три месяца нет. На данном, вы разбиваете. Да, теперь... И распиваете вместе с нами потом. Теперь ситуация в Сирии, да, очень второй вопрос. Третий энергопакет. Европейцы хотят нарушить монополию Газпрома. Они хотят нарушить условия, на которых Газпром не несет никаких рисков. Причем, обратите внимание, Газпром строит, предлагает свои проекты, по которым не он поставляет газ, это не российский газ. Он предлагает проекты, через Южный поток пойдет азербайджанский, казахстанский, и европейцы не соглашаются. То есть для них принципиальным моментом в рамках третьего энергопакета, в рамках реформы, не тот, кто не поставщик газа, а транспортировщик газа. Но, обратите внимание, совсем недавно в Москве проходит форум с участниками газа, куда приезжает Ливия, где проходят переговоры, где проходят специальные совещания предпринимателя парламента Ливии, это самый такой либеральный нынешний, алжирца и иракца, и Владимира Владимировича Путина, на котором они о чем-то договариваются, и я очень сильно... А это все во время скачек. На беговой, на ипподроме там скачки были, то есть лошадь очень красивая была. И вот о чем-то они договорились. Вот эти четыре страны. И я подозреваю, что я договорюсь, что то, о чем они договорились, это будет очень неприятно для Катара. Вот, в этих условиях. Потому что и Алжир, и Ливия, они поставляют сжиженный газ, а Ирак, вот этот великий проект, который должен заменить нефтепровод Масул-Баньяс. Здесь я поясню, если можно, если мне дашь... Коротко, коротко, коротко. Значит, существует с 40-х годов прошлого века самый короткий путь иракской нефти в Европу. Это нефтепровод Масул, это иракский Курдистан, ну, или на границе Курдистана и арабской части Ирака, и в сирийский порт Баньясу. Старый нефтепровод с 40-х годов. Он был долго закрыт, потому что Ирак в Сирии чуть ли не воевал, отношения плохие были. Во время, после Первой Иракской войны, нефтное продовольствие, его открыли, и вдруг выяснилось, что в Сирии очень много нефти, и он оказался заполнен весь, вот до упора оказался заполнен. То есть, якобы сирийской нефти, то есть, так много, ну, то есть, вот так вот. Такая вышла история. И тут же сейчас появился проект. В 2006 году в Сирии произошла смена вице-премьера, который сбежал во Францию, Абдельхалиба Хаддама, который курировал литяной вопрос. Обнаружилось, что в Сирии нефти нефть, и из Сирии выкинули тех самых Ротшильдов, о которых я говорил, а именно тоталь. Из сирийцев они выкинули. И сразу началось все. И был восстановлен проект, который начинается уже не в Ираке, не в Масуле, а начинается в Иране, то есть, североиранские нефти и газы. Два проекта нефти, реконструкция нефтепровода и строительство газопровода, который подходит к Средиземному морю, подсоединяется к магистральному турецкому газопроводу и к израильскому. Про это не говорят, но на самом деле там... Так оно и есть. Он уже в Ирана начинает, через Ирак, через Сирию подписываться соглашение и кто... Причем оговорено, что подрядчик определяется не на конкурсной основе. Угадайте, кто подрядчик? Тоталь. Нет. Строй-трансгаз. Так интересно. Это очень интересно. Вот эти вот расклады хотелось бы поподробнее, особенно про Иран. Я вот хотела единственное только отметить один момент по поводу переговоров на саммите России с Алжиром, Ираком и Ираном. И Ливией. И иранцы, и без иранцев. Не стоит забывать, что в начале 2013 года из Алжира сократились поставки как раз таки газа. И, кстати, из Катары сократились, и из Ливии сократились. Поэтому, когда речь идет о том, что Европейский Союз, естественно, он против того, кто будет посредником в поставке газа, не против поставщиков, а против транспортировщиков. Да, против Газпрома. Почему? Потому что, когда начались эти вот перепады с поставками Алжира, Ливии, пострадала сильно та же Великобритания, потому что там цены начали скакать. И, насколько я помню, сгладил ситуацию именно Газпром своими уже поставками. Но контролирует ситуацию тот, кто как раз таки транспортирует, а не тот, кто... Не знает чувство благодарности. Дело не в этом. Дело в том, что, как раз, мне кажется, Англия вот в данной ситуации и занимает как раз двойственную позицию, она полноценно не хочет делать энергетическую независимость. Правильно, потому что нет, иди на Англии. Есть Англия Ротшильд, как мы выяснили. И Марбера. Есть Англия Бритиш Петролиума, есть Англия Шелла. И мне все-таки подозрение, что Англия в конечном счете больше будет симпатизировать, скажем так, России, нежели своим европейским коллегам. Смотря кто в власти. Если Бритиш Петролиума в власти, один случай, если Шелл другой. Если Шелл с Бритиш Петролиумом в конечном счете договорились, а Шелл с Сахалином пока нет. Вот придут сейчас к власти Ротшильда в Англии, ну, я имею в виду Шелл. И ого-го, как там будет. Это раз, а во-вторых, база на Катрии. Про Иран. Надо не про Иран рассказать. Мне очень интересует история с Ираном. С Ираном очень интересная история, на мой взгляд. Потому что сейчас, значит, пошли сообщения о том, что новый президент, он обманул доверие Запада, что там, значит, при нем всплывают какие-то жуткие вообще истории, в том числе от аргентинской разведки. А что он в Аргентине это успел натворить? Да, аргентинская разведка рассказывала, что он там был замешан в каких-то очень неприятных кровавых событиях, и что, скажем так, он не такой уж демократически настроенный человек, как пытался преподнести. То есть он во время аргентинских военных принимал участие лично в... Фолклендах. Я точно не помню, я помню, что они при... Пытал английских пленных на Фолклендах. Они, в общем, рассказали, что, скажем так, он не совсем демократичный человек, мягко выражаясь. Фраза самопозобщения аргентинской разведки, новый президент Ирана является не вполне демократичным. Не вполне демократичным и вполне отвечающим, как казалось бы, интересам Запада. Но все-таки, мне кажется, что вот это вот информационное нагнетение ситуации, что все-таки он обманул доверие Запада. Нет, он все-таки больше прозападный. Все разговоры, что он будет развиваться в Российскую... Он еще не успел ничего сделать. А он и не будет сейчас пока делать, потому что Иран... Скажем так, убрать Россию, как многие хотят, просто не получится. Этот иранский газ нужен как воздух. Иран понимает, что можно манипулировать с евразийской темой. Чисто на информационном уровне я не думаю, что Иран будет прагматично вступать в Евразийский Союз. Зачем ему это экономика достаточно слабых стран? Как из Ирана газ в Европу трудно отправить? И тем не менее, наполнение труб планируется иранским и сирийским газом. Сирийским, да, иракским, да. Иранским тоже. Северный Иран. И как раз Иран, он еще уже соперничает с Азербайджаном по поводу Каспийского вопроса. Азербайджан сейчас в центре внимания европейских стран, западных стран, в том числе США. Потому что вот это вот проект ТАП, поставки газа и Шах-Денис. И вот как раз-таки Иран, Азербайджан, Турция, Россия, вот эти четыре игрока, которые собраны примерно в одной точке. Вот сейчас будет с ними очень интересно происходить сюжет. Будет у себя сначала одна сторона, смотреть, как будет реагировать другая, увеличивать потом влияние другой стороны, снижать влияние первой. Потому что увеличить сейчас полностью дело своего игрока в регионе, например, Азербайджан, полностью надеть ему корону, полностью сказать, что вот вокруг него все это вертится. Не получится, потому что Россия начнет автоматом играть тогда с тем же Туркменистаном, и в итоге будет нарушение всех интересов. Азербайджан, он на корону, в смысле, опять-таки англичане будут вешать? Англичане и американцы, потому что... Би-Пи, Би-Пи. Би-Пи там играет очень важную роль, но... Они операторы обоих, и нефтепровода, и газопровода. Тем не менее, американцы заявили, что они поддержат и либо на БКВС, если будет выбрано, либо ТАП. Выбрали ТАП, они заинтересованы в этом проекте. Поэтому, ну, корону надевать они не будут на Азербайджан. Они будут переменно сначала помогать Ирану, допустим, Азербайджан снижать, потом наоборот. И будут устраиваться тычки. Жалко, я уже представил господина Ливу в корону. И самая здесь центровая точка получится как раз-таки Нагорный Карабах, потому что Иран заявил о том, что можно стать переговорщиком. Турция об этом заявила. Азербайджан и Армения здесь как бы прямую увязаны. И Россия входит в этот вопрос. И вот манипуляция с Карабахом, она автоматически... Именно поэтому в последнее время так тема Карабаха появилась. Да, она влияет на Каспийский вопрос, она влияет на ситуацию в Турции, она влияет косвенно на энергетические проекты. В общем, это та самая центровая точка, и на Афганистан, кстати, косвенно. Нажать на которую, и очень многие процессы поползут сами собой. Очень выгодно. Короткий вопрос к Саиду, потому что времени остается мало. Увидим ли мы в ближайшее время, как гранд тоталь, конец некоторым странам, например, Египту или еще кому? В феврале я написал статью, которую назвал... Можно в интернете посмотреть. На просьбу коротко прокомментировать, Саид начал с февраля. Да, в феврале я написал статью, которая мне очень нравится. В интернете она называется «Когда мула побеждает школьного учителя». Она была про Египет, я удивляюсь, как много я предсказал всего, что там... И она заканчивалась такой фразой. Чем все кончится в стране пирамид, мы увидим. Лишь бы небольшой кровью. И вот эта фраза, лишь бы небольшой кровью, я сейчас сижу, и мне тыкают, говорят, ты черная вдова, тыкают, я боюсь, что там будет большая кровь. Конечно, египетская армия в городах быстро... Там будут баррикадные бои, в Булаке, в некоторых районах, ну, была крестьянская район, но будут баррикадные бои насомнут. Но в Египте 10 лет была партизанская война против Мубарака, герилия сельская. Не пускали, просто были провинции, где иностранцам просто не разрешали ездить без сопровождения броневика. Говорят, тут нельзя, опасно. 10 лет, и братья мусульмане к этой войне готовы. Другое дело, что братья мусульмане сейчас в Египте раскололись. И половина братьев мусульман, которые голосовали за Мурсию, сейчас против него. И наоборот, половина олигархов, которые стояли вокруг Мубарака, и которых, собственно говоря, первая революция и свергала, они сейчас на стороне Мурсии. И я, больше того, я не исключаю тот вариант, что Мурсий сейчас будет договориться, что его вернут в классе. И я хочу сказать, что лишь бы не было большой крови. Ну, к этому мы присоединяемся все, завтра в то же время услышим.